8 марта 1921 года открылся 10-й съезд партии, которому предстояло принять решение огромного исторического значения. Вопреки одному из лозунгов революции «заводы и фабрики рабочим», очередной съезд большевиков, 10-й, в 1921 году, отвергает идею самоуправления предприятий. Это последняя дискуссия в последней оставшейся в стране партии. Впредь фракции в ней запрещены. Красная армия победила белых, но экономика по-прежнему милитаризирована до трудовых армий. Конец 1920-го, начало 1921-го годов был одним из труднейших периодов в жизни молодой Советской Республики. По общему уровню производства страна была отброшена на многие десятилетия назад. Финансы были расстроены, обесценились бумажные деньги, необычайно повысили цены. Фунт хлеба стоил больше 3000 рублей, а масла почти 37 тысяч. Лидеры рабочей оппозиции в партии большевиков настаивают, что выйти из кризиса можно благодаря самоуправлению предприятий, чтобы профсоюзы заменили правительство. Съезд заслужил отчет ЦК, рассмотрел вопросы о профсоюзах, хозяйственном строительстве единственной партии. Ленин проводит через съезд решение о новой экономической политике, мол, иначе власть неудержима. Сущность НЭПа есть союз пролетариата и крестьянства. Цель новой экономической политики – максимальный подъем производительных сил и улучшение положения рабочих и крестьян. Но профсоюзами, как и всеми организациями Советской России, по-прежнему руководят партийцы. Съезд определил задачи партии в национальной политике, дал отпор оппозиционным группировкам. Перед съездом о новом курсе спорили до восьми большевистских платформ. Прекращая дебаты, Ленин составляет резолюцию об единстве партии. Уклонистов исключать теперь генеральная линия может быть выдвинута только руководством.